Когда весь мир впадает в панику, приходит мудрец и хладнокровно всех спасает. Этот архетип отвечает за критическое мышление. Благодаря ему мы можем абстрагироваться от всего внешнего мира и увидеть картину целиком для того, чтобы принять максимально удачное решение. Когда возникает какая-то проблема, мудрец изучает все, что было до него, кто как решал этот вопрос, делает анализ, потом синтезирует максимально классный, оптимальный вариант для решения этой проблемы. Поэтому мудрец – это наша главная опора в принятии объективных решений. Такой наш внутренний политик, который помогает даже в самых конфликтных ситуациях. Главная цель мудреца – это найти истину. Но, несмотря на весь этот положительный багаж, есть у него и минусы. Наверное, вы замечали за собой или за какими-то своими знакомыми, когда они все время что-то изучают, 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 но никак не перейдут к моменту действия. Вот так вот и с мудрецами. Знают очень много, но сложно начать действовать. И много возможностей утекает. Профессии с этим архетипом – это все, что связано с педагогикой, с менторством. Это ученые, детективы, философы, мыслители. Эйнштейн, кстати, был мудрецом. Иногда эти люди ведут себя очень высокомерно и хладнокровно по отношению к другим людям, к их чувствам. Потому что главное – это знание и истина. Что касается одежды, то мудрецу очень важно, чтобы его ничего не отвлекало от его мыслительного процесса. И важно, чтобы одежда была удобной как дома, так и вне дома. И по комфортности она была очень простой и незамысловатой. Если хочется отметить архетип мыслителя в своем персональном стиле, тогда можно обратиться за идеями к Древней Греции и Японии. Цвета здесь абсолютно не имеют никакого значения, ведь там, где есть интеллект, там цвет не нужен. Поэтому люди с доминирующим архетипом мудреца выбирают себе ахроматы. Серый – это один из самых любимых, но и в психологии серый – это цвет аналитиков. Очень гармонично накладывается с мудрецом, который во всем ищет истину. Также здесь у нас будут все и белые, и коричневые, и бежевые, а также темные цвета хроматические. Там темно-зеленый, темно-винный, темно-синий. Принты у этого архетипа отсутствуют. Формы очень лаконичные, базовые и в основе лежит стиль минимализма. Предпочитают натуральные ткани, лен, хлопок, шерсть и обувь без каблука, которая будет очень удобная и комфортная в любых ситуациях. К брендам с архетипом мудреца относятся Кост и Жил Сандер. На этом у меня все. Желаю вам отличного настроения и до встречи в следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин